Сура 35 Творец С именем Аллаха Милостивого, Милосердного Вся хвала Аллаху, Творцу Небес и Земли, сделавшему ангелов посланниками, посредниками между ним и пророками, обладающих крыльями двойными, тройными и четверными. Он увеличивает в творении, что пожелает. Поистине Аллах над каждой вещью мощен, над всем могущ. Что откроет Аллах людям из своей милости, дарует удел, дождь, здоровье, знание. Для этого не будет удерживающего. Никто не сможет воспрепятствовать этому. А что из своей милости он удержит, тому нет посылающего после него. Никто не даст того, чего не дал Аллах. И ведь он величественный, мудрый, тот, который посылает или удерживает свою милость, только по своей мудрости. О люди! Помните о благодеянии Аллаха вам. Благодарите его за все благое, что он сделал для вас. Есть ли какой-нибудь творец, кроме Аллаха, который давал бы вам пропитание с неба, не спасылая дождь и земли, выводя источники, растения и земные дары? Нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Него. До чего вы отвращены от признания Его единственным Богом и поклонения Ему? И если они, твой народ, отвергнут тебя, о пророк, не признают, что ты послан Аллахом, то проявляй терпение, ибо были отвергнуты и посланники, бывшие до тебя, и только к одному Аллаху возвращаются все дела, касающиеся как этого мира, так и вечной жизни. О люди, поистине, обещание Аллаха о воскрешении, наказании и награде в вечной жизни – истина. Пусть же не обольстит вас земная жизнь, пусть не завлекают вас прелести этой жизни, и пусть не обольстит, не обманет вас об Аллахе, обольститель, сатана. Поистине, сатана для вас, о люди, является врагом, поэтому относитесь к нему как к врагу. Он зовет свою партию, своих последователей, лишь чтобы оказаться им обитателями пламени ада. Те, которые стали неверующими, для них сильное наказание в вечной жизни. А те, которые уверовали и совершали праведные деяния, совершали только ради Аллаха то, что повелел Аллах сам, непосредственно и через своего посланника. Для них прощение их грехам и великая награда – рай. Разве тот, кому сатаной было представлено прекрасным его злодеяние, неверие, многобожие и другие грехи, и он увидел его прекрасным, подобен тому, кому Аллах даровал веру и наставил на истинный путь. И он видит хорошее – хорошим, а плохое – плохим. Поистине же Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, оставляя его без своего содействия, и ведет к истинному пути, кого пожелает. Пусть же не исходит твоя душа скорбью по ним, по неверующим, из-за их неверия. Поистине Аллах знает, что они делают, и воздаст им за это. И Аллах – Он тот, который посылает ветры, которые затем поднимают, двигают облака. И затем мы гоним их, облака, на безжизненные засушливые места и оживляем этим, дождевой водой, землю, выводя растения после ее безжизненности. Таким же образом, подобно этому оживлению, произойдет и воскрешение умерших в день воскрешения. Кто желает величия, как в этом мире, так и в вечной жизни, то пусть просит его у Аллаха, ведь Аллаху принадлежит все величие, и оно обретается повиновением Ему. А кто ищет величие у творений, того Аллаху низит. К нему восходит благое слово, слова свидетельства единобожия, поминания Аллаха и чтения Его книги. И праведное дело, исполнение обязательных и дополнительных дел, поднимает его, благое слово, к Аллаху. А те, которые ухищряются в злых деяниях, совершают плохие деяния, им сильное наказание, и хитрость таких пропадет даром. И Аллах создал вас, о люди, вашего праотца Адама из почвы, потом сделал так, что его потомство плодится, из капли семенной жидкости, потом сделал вас парами, мужчинами и женщинами. И не носит самка, и не слагает, кроме как только с его ведома. И не добавляется жизнь ни одному долголетнему, и не сокращается его жизнь, кроме как только по записанному у него в хранимой скрижале. Поистине, это сотворение вас, знание о вас и запись всего, что будет в хранимой скрижале еще до начала сотворения. Для Аллаха легко. И не сравнятся два моря. Это приятное, пресное, пригодное для питья, а это соленое, горькое, негодное для питья. И из каждого из морей вы питаетесь свежим мясом, рыбами, и извлекаете украшения, жемчуг, коралл, которые вы надеваете. И ты видишь суда в нем, рассекающие поверхность моря, чтобы вы обретали себе удел от его щедрости, добывая морские дары Аллаха и занимаясь торговлей. И, может быть, вы будете благодарны Аллаху Всевышнему за его великие благодеяния вам. Вводит он, Аллах, ночь в день и вводит день в ночь, изменяет продолжительность дня и ночи в зависимости от сезона года. И подчинил он солнце и луну на пользу и на благотворение. Каждый из них, и солнце, и луна, движется до установленного срока, до наступления дня суда, когда этот мир прекратит свое существование. Вот таков он вам, Аллах, Господь ваш. Ему принадлежит вся власть над всем, все принадлежит только Ему. Он полностью управляет всем, и все происходит только по Его знанию и дозволению. А те идолы и измышленные божества, которых вы молите помимо Него, Аллаха, не владеют и кожицей, финиковой косточки. Если вы обращаетесь с мольбой к ним, к идолам и измышленным божествам, они не слышат вашей мольбы, а если бы и слышали, то не ответили бы вам. А в день воскрешения они, те, кому вы поклонялись, кроме Аллаха, откажутся от вашего многобожия, и никто не поведает тебе, о, пророк, так, как ведающий Аллах. О, люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, а Аллах богатый, ни в ком и ни в чем не нуждается, достохвальный. Если Он пожелает, то уведет вас, о, люди, в небытие и приведет новое творение других, которые будут Ему полностью покорными. И это, увести вас в небытие и привести других, для Аллаха невелико, нетрудно. И не понесет несущая ноши другой, ни на кого не будет возлагаться грех другого. И если и позовет душа, отягченная грехами, кого-либо, понести их, ее грехи, не будет снято с нее от той души нисколько грехов, даже если просимый будет ее близким родственником. Предостерегаешь ты, о посланник, лишь только тех, которые боятся наказания Господа своего втайне и своевременно и надлежащим образом совершают обязательную молитву. А кто очищается от многобожия и грехов, тот очищается лишь только для самого себя. И к Аллаху предстоит конечное возвращение. И не сравнится слепой, неверующий, который не видит и не понимает истину, и зрячий, верующий, который следует путем истины. И не сравнятся мраки неверия и свет истинной веры. И не сравнится тень, прохлада, которая явится воздаянием за веру, и зной, который будет воздаянием за неверие и грехи. И не сравнятся живые, те сердца, которых живы верой, и умершие, те, в душах которых неверие. Поистине, Аллах дает слух, понимание и принятие истины, кому желает, а ты, о посланник, не заставишь слышать тех, кто в могилах. Ты не сможешь сделать так, чтобы неверующие поняли и приняли истину, подобно тому, как ты не заставишь слышать тех, кто находится в могилах. Ведь ты, о Мухаммад, только увещеватель, тот, кто предостерегает о наказании Аллаха. Поистине, мы послали тебя, о Мухаммад, с истиной, с верой и законом Аллаха, как вестника, который радует верующих раем, и увещевателя, который предупреждает неверующих и грешников о наказании Аллаха. И не было никакой общины, в которую не пришел бы предостерегающий увещеватель из числа пророков. «Если они, эти многобожники, отвергнут тебя, о пророк, не признают, что ты послан Аллахом, то проявляй терпение, ибо те, кто был до них, тоже отвергли посланных к ним пророков. К ним приходили их посланники с ясными знамениями, чудесами, которые указывали на то, что они действительно являются пророками, и с книгами, со свитками, и с озаряющим писанием, как Тора, Псалтырь и Евангелие. Потом схватил я тех, которые были неверными, подверг их различным видам наказания. И каково же было мое негодование, что на них пало губительное наказание. Разве ты не видел, как Аллах низвел с неба, с облаков, воду, дождь, посредством которой мы вывели плоды различных цветов. И в горах есть дороги, белые, красные, различных цветов, и очень-очень черные. И из людей, животных, и скота также бывают различных цветов. Ведь боятся Аллаха и остерегаются его наказания из его рабов только знающие, те, которые знают о нем, о его именах и описаниях, о его законе. Поистине, Аллах величественный, прощающий. Поистине, те, которые читают книгу Аллаха, Коран, и действуют по нему, и своевременно, и надлежащим образом совершают обязательную молитву и расходуют, отдают свое имущество в качестве обязательной и добровольной милостыни из того, чем мы их наделили, тайно, скрывая от людей и явно надеются на торговлю, которая не пропадет. Так они стремятся к довольству Аллаха. Чтобы он полностью дал им их награду и добавил им от своей щедрости, поистине, он прощающий тех, кто обращается к нему с покаянием и благодарный им за их праведные деяния. А то, что мы внушили откровением тебе о пророк из книги, из Корана, то это истина, подтверждающая истинность того, что было неспослано до нее, прежних книг, которые Аллах неспослал пророкам до тебя. Поистине, Аллах о своих рабах однозначно сведущий, видящий. Потом мы дали Писание в наследство тем из наших рабов, кого мы избрали, даровали Коран общине пророка Мухаммада. Среди них есть те, кто притесняет самого себя, совершающие грехи. И среди них есть и умеренные, выполняющие обязательное и отстраняющиеся от запрещенного. И среди них есть и опережающие других в благих делах по дозволению Аллаха. Это, дарование книги и избрание этой общины, и есть большое превосходство. В сады рая войдут они, в которых украсятся браслетами из золота и жемчугом, и одеяния их там шелковые. И скажут они, когда войдут в рай, «Хвала Аллаху, который удалил от нас печаль. Поистине, Господь наш однозначно прощающий и благодарный, который поселил нас в вечной обители по своей щедрости, где не коснется нас усталость и где не коснется нас изнеможение. А те, которые стали неверующими, то им уготован огонь гиены ада. Не будет решено о них, чтобы они умерли, они там никогда не умрут, но и не будет облегчено им это наказание. Так мы воздадим каждому неверующему». И они, неверующие, будут просить помощи в нем, в аду. «О, Господь наш, выведи нас из ада, мы будем совершать праведное, совсем не то, что мы делали в нашей жизни, будем верующими и совершающими благие деяния». И Аллах Всевышний скажет им, «Разве мы не дали вам жизни, так, чтобы опомнился, получил наставление, тот, кто мог вспоминать, брать наставление. И приходил к вам увещеватель, пророк. Вкушайте же наказание ада, и нет для притеснителей никакого помощника, который спас бы их от наказания Аллаха. Поистине, Аллах, знающий о всем сокровенном на небесах и на земле. Поистине, Он знает про то, что в грудях, душах, Его творений. Он, Аллах, Тот, Который сделал вас, о люди, преемниками, сменяющими друг друга поколениями на земле. И кто станет неверующим, против Него самого и будет его неверие. И неверие увеличивает для неверных пред их Господом только ненависть, гнев Аллаха. И неверие увеличивает для неверных только убыток, заблуждение и погибель. Скажи о пророк многобожникам. Думали ли вы о ваших сотоварищах, ложных божествах, которым взываете с мольбой помимо Аллаха? Покажите мне, какую часть земли они, божества, сотворили. Или у них, у ваших божеств, есть участие в сотворении небес? Или же мы даровали им, многобожникам, какую-либо книгу, в которой разрешалось бы многобожие, и они опираются на ясное знамение, доказательство от нее, о дозволенности многобожие, нет, это не так. Обещают притеснители неверующие друг другу только обольщение. Поистине, Аллах удерживает небеса и землю, чтобы они не исчезли. И если бы они стали исчезать, то никто бы их не удержал после него. Поистине, он сдержанный, откладывает наказание неверующим и ослушникам, прощающий тем, которые каются в своих грехах. И клялись они, неверующие курайшиты, Аллахом, величайшей их клятвой, что если придет к ним увещеватель, посланник от Аллаха, то они непременно станут прямее в следовании истине и подчинении Аллаху, чем любая прежняя община. Но после того, как пришел к ним увещеватель, пророк Мухаммад, это только увеличило в них отвращение от истины. И клялись они, лишь проявляя высокомерие на земле перед людьми и имея злое ухищрение. Но злое ухищрение окружает только обладателя его. И разве они, многобожники, ожидают, совершая все эти ухищрения, какой-либо другой участи, нежели участи прежних поколений, предыдущих общин, которые были подобны им в неверии? И никогда ты не найдешь для пути Аллаха замены. Никто не может изменить то, что установил Аллах. И никогда ты не найдешь для пути Аллаха отклонения. Никто не сможет отклонить наказание Аллаха ни от себя, ни от другого. Разве они, неверующие меканцы и другие, не странствовали по земле? Разве они не были в Йемене и в Шааме? И разве они не видели, каков был конец тех народов, которые не стали покорными Аллаху, которые были до них? Что произошло с аддитами, самудянами и подобными им? И они, аддиты и самудяне, были мощнее их меканцев телесной силой. Но Аллах не таков, чтобы его могло бы ослабить хоть что-нибудь, ни на небесах, ни на земле. Ведь поистине, Он Аллах, знающий все их деяния и могущий, чтобы наслать на них губительное наказание. И если бы Аллах стал наказывать людей за то, что они приобрели, за те грехи, которые они совершают, только в этом мире, то Он не оставил бы на поверхности ее земли ни одного живого существа. Но Он дает им отсрочку до определенного предела, как в этом мире, так и до дня суда. А когда наступит их срок, то поистине, Аллах видит своих рабов и воздаст им за то, что они совершали. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,